Я сегодня не вижу региональную власть отдельно от федеральной. Самое обидное, что власть очень мало уделяет внимания территории. Это когда ты не почувствуешь обратную связь. Спасибо. Когда ты встретишься с людьми, послушаешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Переклите верхнее подремонтировать. Когда с тобой приедут министры, проедут по этим дорогам. Здравствуйте. Это Виктор Николаевич. Да, который как раз этими дорогами Ларского района всем занимается. Да, когда невозможно будет позвонить, значит отсутствие связи. Когда зайдешь в этот фаб и не проведешь встречи, допустим, с медицинским персоналом. Здравствуйте, Галина Викторовна. Не настроишь их. Тогда это не система. С наступающим вас. Спасибо большое. Учебного года. Знаете, что нас свяжется? Как остановка. Я именно за то, что если я приезжаю на территорию, приезжаю в какой-то район, я беру несколько направлений. Здравоохранение, образование, дороги. Да ладно. А русскому обычаю? Давайте посмотрим, что мы. А водители у нас имеются? Водитель я. Да, давайте. Вы в этом лице. Вы даже все уже обладили? Реки полноводные, да, а вода не качественная. Фактически у всех людей непригодна, только техническая. Тогда поручение такое даем. Ну, вы и Минжек ФХ вместе. Культура, спортивные сооружения, а потом уже на встрече с общественностью, с активом, просто с жителями выстраиваешь те подходы, которые есть. В этом году я мощный ремонт не предусмотрен. Котельная, питательная, то есть, поселок. Весь поселок, все сейчас развалит. Начальник, котельная, виза. Основная идея установить малые капли, мощности, да, чтобы обеспечить поселок Михайловка в летний период пигачьей водой. Самая главная самагистральность. Вот, глава подтверждает, что мы сейчас будем. Я сегодня понимаю, что я взял на себя ответственность за те года, которые, в общем-то, люди и сегодня предъявляют претензии. Ну, это мое решение, и мы вместе будем. Я всегда сказал, что я вместе с вами буду решать эту проблему. Один я не решил. Такое ощущение, что 4 года я уже здесь работаю. Вот, реально. Я даже себя неловко чувствую, Александр. На водоводске мы вторые. Спасибо. Все, до свидания. И не важно, что часто ты будешь ездить или нечасто. Если работает команда, если сегодня выстраивается, каждый по своему направлению отрабатывает на все 100%, это намного проще управлять. Не местные? Мы Тулумские. Да, мы Тулумские. У нас уже не выгоните нас отрабатывает. У нас нет документов, у нас нет прописок. Прямо вопрос такой плачевный. Помогите нам, пожалуйста. Какие вы видите варианты? С стороны правительства, конечно, мы поможем. Тем много, а этим ничего. Они обещали ограждение. Они обещали. Эту чучелу мы уберем скоро. Довезем вам, чтобы она не мешала. В данный момент мы ничем не можем воспользоваться. Тогда мы определили. Снастренное, дальше оформляем. Единственное, не кадастрирование, это все. Я сделаю. Все, прошу. Как минируют работу? Муниципальная власть, жители, соответствующие компании и организации, которые работают. Подряд на организации. Вот это нужно, вот этот штабной режим, который все, да, может быть даже ручное управление, оно нужно. Что, мы сейчас немножко пройдемся? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы видите? Мы думаем, что будем наводить здесь в хорошем порядке. Потому что это очень важно. Встречаем за семьи фермеров, которые сегодня решили оформлять землю. Сейчас одна область, мы должны создавать комфортные условия везде. Ну и хотел бы вас поблагодарить за то, что ваш труд, он непростой, но он важный. Спасибо. Но когда ты даешь результат, когда просто жительница приходит и плачет, а ведь я не верил, и вот не получил это жилье, но, наверное, вот это самый главный стимул, это результаты своей работы. Добрый день. Как мне это снится? Первое наше хозяйство, это вот наша вода. Привозится раз в неделю. Вот так вот. Нет, она очень серьезная девочка у нас. Я хозяинство, одно слово, я все помню. Ну, я помню, что-то, у меня там есть еще вопрос. Как зима наступает, снег этот все из чистить надо, все с ограду убирать. Если все нормально, то надо оформлять документы. Ну и, я думаю, до конца года все новоселье. Я, бачу, пять лет добивался, и ничего не мог. Все получилось? Тика-тика-тика. До свидания. Все. Я сегодня не вижу региональную власть отдельно от федеральной. И так же, как региональная власть отдельно от муниципальной. И так же, как муниципальная отдельно просто от жителей. Вот здесь должна быть единая вертикаль, и все это понимаем. Снижаем риски. Вы выдадите какие-то отдельные требования, рекомендации, да? Нет. Если есть, пожалуйста. Хорошо. Демонтаж основной. Стараемся свалить в отверстие. Стараемся свалить в отверстие. Не может сегодня региональный бюджет в этих сложных условиях построить защитные дамы. Президент услышал, потому что мы сказали, что это люди, что более 47 тысяч жителей могут подвергнуться, в том числе угрозе их жизни и здоровья. И сегодня, как бы там тяжело ни было, федеральная власть нам оказала вот эту поддержку финансовую, и не только методическую. Здесь работало Министерство строительства. Здесь очень много министров, каждая под своем направлением. Там малый бизнес. Здесь организация строительства. Здесь организация дорожного строительства. Здесь территориальное планирование территории. Здесь Министерство здравоохранения. И очень важно, вот эту вот площадку, она, вот этот пробный такой шар взаимодействия, он должен для Иркутской области дать таким толчком. Растін Геннадьевич, министр экономического развития, да. С какой целью, да. Ну и удобно, наверное, здесь, да? Конечно, здесь. Я полностью узнаю всю территорию и когда мне уже не нужно будет какое-то мнение, я уже буду приезжать, встречаться с руководством местного самоуправления, слышать их. Я думаю, два года, когда каждый глава населенного пункта увидит меня, почувствует, я почувствую его, и вот эта вот связь установится. Все, что касается стратегических задач, ну, пять лет. Пять лет реально, чтобы область вышла в другую повестку. Здравствуйте. Спасибо. За каждую нужную рубль я буду спрашивать вами. Служба в МЧС сейчас помогает в работе? Ну, мобилизация, конечно. И ритм в МЧС, в общем-то, намного ритм активнее, выше, чем в общественной жизни или в такой другой. Там все понятно. Там заходишь, они-то думают о вас хорошо, а у вас не все будет хорошо. Тогда надо будет проехать, все разобраться. Вы знаете про это? Нет. Не надо делать хорошо. А здесь все понятно? Здесь еще не все понятно. Но уже есть понимание? Конечно. Конечно, конечно. Здесь, я думаю, наверное, идет формирование команды. Я, когда пришел, мы уже говорили, что кто войдет в эту орбиту активности, и не только активности, неважно, профессионального изучения своего, своей специальности, своего направления, он будет в команде. Я не собираюсь никого привозить там, ну, каждому свои интересы. Это лишний раз какие-то квартиры. Еще он полгода будет вспоминать или вникать в этот процесс. У меня времени нет на раскачивание. У меня все, я пошел вперед. И здесь все, кто со мной пойдут, они, мы другим ритмом лучше. Мы сейчас ведем еще. Приговоры идут. Здравствуйте. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Если что, то действительно гидеры и руководители молодежных и студенческих объединений. Личное общение – это совершенно другая форма и совершенно другие эмоции. Возникает острый вопрос медицинского осмотра первого курса. Идея хорошая, но можно сейчас все в сеть посмотреть. И вместе принять решение, потому что мы тоже готовы вовлекаться во все задачи. Своими действиями должны доказать, что по-моему, это будет здорово. Классные руководители – это вторая форма, да? И спортивные организации, которые могут что-то заменить. Может быть и система там венкоматов, и Суворовское училище. Они дадут возможность найти себя в жизни. Нет, я согласен. Все, что с людьми сейчас делаем. Ты не забудь, да? Уже сейчас, да? Уже сейчас думать, как, чего. Спасибо. Приятно. Активные организации. Отмечены инициативами от народа. Обязательно. Вот мы дали 2 миллиона на, знаете, приведение в порядок общественное пространство, связанное с памятными датами Великой Отечественной войны. И сегодня многие откликнулись на это. Это же год памяти и славы. И там народные инициативы, конечно, сыграли свою роль. Здесь совпало два направления. Во-первых, в 19-м году мы выиграли Петерский Грант. Та земля, которая была в капсулу заложена, лежит там, на месте, под городами-героями. Здесь такой патриотический, получается, комплекс. Вообще, этот памятник в этом году ему 45 лет. Земля вот здесь под Нижневым. Всем привет! Всех с праздником! С праздником! Здравствуйте! Здравствуйте! Выделить дополнительное финансирование на обустройство общественных пространств, связанных с памятной датой Великой Отечественной войны. Это еще общественное пространство, где можно спокойно посмотреть, отдохнуть, вспомнить самое главное. Конечно, для людей должны быть созданы условия. Каз, если это есть там, электричество, вода, канализация, тепло. Я думаю, создание условий лечебного учреждения, культурный центр, спортивные сооружения. А я думал, ну, картошку какую-нибудь. А четвертый из вас, как лучше не приезжать. Нет освещения, вас тут могут избить. А можно потом в тот подъезд зайти? Освещение не вижу. Опасно. Было, да? Интернет-то хорошо? Да. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы так-то активные? Я сейчас оставлю телефон. Мистер Тундуар. Договорились? Все. До наступающим днем, бойцов. Все, до свидания. В конце года подведем итоги и четко запиксируем все подрядные организации, которые не выполнили свои обязательства. Сделаем черный список и порекомендуем органам местного самоуправления не включать их в будущее... Нет, в будущее заключение контрактов между ними, потому что они все равно их подведут. Вы? Вы мне дали? Когда срок какой? Думаю. Сморус. В любом случае, когда навоешь порядок, когда ты видишь, что это понимают все, не только эти команды, когда и люди становятся по-другому смотреть на настоящее, становятся дисциплинированными. Интернатор в 3-й раз, наверное, я вас уже живу. Вы сами себя дискредируете. Место массового пребывания людей. Неделю, да, неделю. Мы всегда поддержим тех, кто действительно работает. Не забудьте о качестве. В конце года подведем итоги и четко запиксируем. И радостные лица. Если объект сказали к 1-му сентября, он должен быть. И мне не волнует никакие атмосферы. Поддержанный список. И порекомендуем органам местного самоправления не включать их в будущее заключение. У нас работают будет за 1-2 суток. Сколько человек работает? Сейчас на объекте 6,5 техники. 12 человек. 5 раз вы венечиваете. Вы не успеете за неделю все это сделать. Утром и вечером контроль. Увы, график работы. Но и с другой стороны, это будет уроком для всех, кто будет включен в так называемые контрактные обязательства. Я уже говорил неоднократно, что мы все-таки поменяем законодательно подходы к строительству социально значимых объектов за счет федерального, регионального, ну может быть даже муниципального финансирования. Мы уйдем от аукционов, мы придем к конкурсу. Если бы он жил бы здесь, его родители бы жили здесь, то все бы было по-другому. Нам нужна репутация компаний, организаций, которые имеют свои оборотные средства, и в том числе высококвалифицированных специалистов. Они могут выполнить вот эту задачу. Нам ошибаться сейчас нельзя. Нас ждут и люди, и жители, и вообще, и специалисты, и общество в целом, что сегодня должен быть бум массовых таких строительств, массовых объектов. По вашим прогнозам, сколько лет, месяцев уйдет на то, чтобы реально сказать, что нормализовалась жизнь в области? В рамках управленческих решений, я думаю, два года. От управленческих, когда я полностью знаю всю территорию, и когда мне уже не нужно будет какое-то мнение, я уже буду приезжать, встречаться с руководством местного самоуправления, слышать их, я думаю, два года. Когда каждый глава населенного пункта увидит меня, почувствует, я почувствую его, и вот эта вот связь установится. Все, что касается стратегических задач, ну, пять лет. Пять лет реально, чтобы область вышла в другую повестку. На данный момент проверяем документы, они уникально принимают для леса, в том числе. Мы начали наводить порядок в лесной сфере, начали. И сегодня вот эти точки, мы даем сигнал всем, что в данном вопросе мы раз и навсегда пойдем именно по этому пути. Это наша будет твердая принципиальная позиция. Фактор подтверждается, фиксируйте. Дальше технику, оборудование все изъять, пункт приема закрыт. Есть принято. Никто сегодня не должен понимать, что это какая-то разовая акция. Это будет системный подход. Часто видите сына? Спящим. Спящий. Стал спящим, я прихожу поздно. Ну, не забывайте, у меня и дочка, а остальные старшие. Мы только по телефону общаемся. Когда едем, там увидел некоторые плакаты, я говорю, пап, это ты, что ли? Я говорю, ну я. И, конечно, он сейчас понимает, что сейчас идет борьба, что отсутствие внимания к нему меньше. Как отца, как мужчины, который должен ему сейчас помогать. Ну, у нас не могло, что он мужчина. Сейчас в семье старше. Он там ругается в том числе. Да я знаю, что мы воспитаем хорошего человека. Конечно, сегодня семья – это моя поддержка. Да, здравствуйте. У нас же женщина, ей нужно внимания. И сейчас пока этого внимания как-то такого нет, она приехала с одного региона, переехала в другой. И, конечно, сегодня тяжело, и семье тяжело. Адаптация идет, она идет, но в любом случае семья, родные и близкие, они сюда приедут, всегда помогут. И я за семейные ценности. Семья, она должна четко, знаете, балансировать с той нагрузкой, которая есть. Мы вчера с женой поговорили. Я сижу, почту расписываю. Закрыла полностью все эти тетради, все папкингают спать. Потому что, думаю, я рано должен был вставать. 13 декабря первый раз посетил Иркутск в области, в рио-губернаторе. 13 сентября выиграл. И, с другой стороны, она же тоже переживает. Но я не сплю, и она не спит. У нас учебный процесс. У нас и тренировочный, и воспитательный процесс. Через месяц они были сложными, но интересными. Я уверен, что жители сделают правильный выбор. Я уверен, что сегодня Иркутская область нуждается в переменах. У нас до этого все идет. Все, до свидания. Спасибо. Я считаю, сегодня первая победа, вот реальная победа, это когда жария для администрации города, городская дума и региональная власть, мы сели и в рамках одной задачи, а именно строительства Суворовского училища, мы сделали все это единогласно. Здесь и региональное финансирование, и муниципальное, и законодательное закрепление, вот это, оформление этого земельного участка. Здесь чем хорошо, что курсанты почти не ходили зимой без шинели из корпуса в Курске. И была мода облицовывать стены в раманной крошке. Жители Иркутской области, города Иркутского, очень давно ждали этого события. Федерального государственного казенного учреждения Иркутское Суворовское военное училище, Министерство обороны Российской Федерации. Это говорит о многом, что мы можем, мы можем объединиться ради одной цели. Это показательно. Здесь не нужно использовать какие-то политические связки. Ты сегодня можешь сделать свою область лучше. За тобой будущее.